Масса непонятных вещей происходит в экономике, и вот мы очень все надеялись, и я, и наша аудитория очень надеялись, что вы объясните, наконец, что произошло в Китае вообще. Вот зачем Путин туда вывез практически весь Кремль, все практически правительство, и что означает вот это вот теперь у нас экономика говяжьего хрящика наступает, или что? Что там вообще произошло? Ну, меня об этом сегодня спрашивают целый день, зачем такой огромный свитов повез, да, это достаточно странная история, тем более, что, в общем, никаких, как мы видим, значимых документов не подписано. Действительно, когда прочел про этот говяжий хрящик и топинамбур, решил, что это шутка, это пиздузы, но не поленился, пошел на сайт Кремлин.ру, на сайт президента, проверил, да, все правда, подписали в присутствии Путина такие соглашения. Соглашение регулирует санитарно-технические требования к экспорту из России топинамбура и хрящика, это потрясающе, конечно, огромный прорыв российско-китайской торговли. Ну, это просто, что называется, нечего было подписать, и с горя все, что каким-то образом по каким-то ведомствам валялось, готовые к подписанию, срочно собрали в пакет, чтобы торжественно показать, что хоть что-то подписали. Особенно меня, конечно, восхищает соглашение о совместном развитии острова Сурийский, подаренного Россией и Китаем, это, конечно, прелестная история. Ну, в общем, бог с ним. На самом деле, действительно, ни одного серьезного документа, все понимают, зачем Путин ехал, и тем не менее, как-то нет документа об этом, что этот результат достигнут. Уже про то, что сила Сибири там закрыта, тема, это уже понятно. Опять были сказаны какие-то общие слова, что стороны согласились снова сойтись как стороны и обсуждать, как стороны, в какую сторону они поведут этот трубопровод. Больше ничего там нет, да? Вот уже сколько лет от разговора «Газпром» уже кровью харкает, а соглашения о газопроводе нет, да? И вторая, конечно, тема, с которой явно Путин ехал, это чтобы китайцы не блокировали поставки товаров в Россию, запрещая проводки денег, потому что без этого, конечно, Россия попадет в моментальную большую беду. И чтобы задобрить китайцев, Путин, что называется, отдал автоваз на съедение. Он сказал, что заходите на автомобильный рынок, как хотите, делайте, что хотите. И это такой ответ на стон президента ВАЗа Соколова, который кричал, что срочно надо ограничить китайцев, которые убивают автоваз, заходят в его сегмент, ведут нечестную конкуренцию, убивают. На что Путин ответил ему просто прямо, что китайцы выиграли рынок в конкурентной, честной борьбе, и поэтому мы будем очень приветствовать расширение присутствия китайского автопрома на российском авторынке, тем самым подписал некролог автоваз в ликвидацию. Ну вот это все. Но ради того, чтобы получить какое-то согласие на разблокировку поставок китайских товаров. Документа нету, но какие-то слова председатель СИ сказал. Ну посмотрим, что из этого произстечет. То ли это действительно слова значимые, и китайский бизнес начнет поставлять товары в Россию, то ли это такие ритуальные слова, которые китайцы умеют произносить лучше всех в мире. Пока это непонятно. Но все-таки каких-то серьезных соглашений, каких-то значимых результатов в общем нет. Ну согласитесь, в такой ситуации, в какой России можно было ожидать, я не знаю. Что Китай вместе с Россией начинает строительство каких-то предприятий, военной промышленности с поставками оружия и в России, и в Китай. Ноль. Что Китай предоставит России государственный кредит, там на ее сколько? Миллиардов долларов в пересчете на доллары. Ноль. Ничего этого. Что Китай, несмотря ни на какие санкции, разрешит своим банкам проводить любые платежи по российским поставкам. Ноль. Ну поэтому какой-то визит такой странный, очень смешной. Я говорю, вот история, что туда не взяли Миллера. Ну причины я не знаю какие могут быть, но раньше его ритуально возили в надежде, что все-таки как-то сдвинуть удастся историю с силой Сибири 2. В этот раз даже не взяли, поскольку надежды никакой нет. Ну это в общем все, конечно, довольно такая пустая поездка. Ну вот как бы ритуально, конечно, напоминает это, в общем, конечно, поездку за Исаком или за этим, как его, патентом от хана в Ернык на Великое Княжение. Ернык на Великое Княжение. Ну вот, как вы помните, Александр Невский ездил, значит, ну вот Владимир Владимирович Путин тоже поехал. Ну не знаю, по-другому и как-то это трудно понять, потому что никаких конкретных, тем более значимых результатов от визита не видит. Игорь Владимирович, а вот, ну, с силой Сибири уже все понятно, но возят танкерами, на самом деле, в основном, насколько я понимаю. И вот это вот нахождение танкеров, оно под чужими флагами, вот есть сведения о том, что оно может тоже как-то прекратиться, потому что там, так сказать, на те страны, под чьими флагами устраивается вот эта вот контрабандная торговля нефтью, а на них накладываются санкции, вроде бы как это может прекратиться. Какие перспективы вот от этой истории? Ну и насколько все-таки, так сказать, Россия сможет обходить эту верхнюю планку цены на нефть, которая позволяет, в общем-то, достаточно успешно экономике сопротивляться санкциями? Какой ваш прогноз? Не совсем так, все не совсем так, как вам видится, к сожалению. Дело в том, что люди по старинке опять смотрят на цену Brent, делают скидку в 15 долларов и говорят, ну, смотрите, вот же, если там 80, то тут, значит, 65, значит, выше планки, значит, Россия зарабатывает. Все не совсем так, дело в том, что Минфин изменил правила расчета налогов с нефтяных компаний. И если вы посмотрите последнюю, скажем, записку Минфина об итогах исполнения бюджета, то там вдруг проскакивает, что вот этот прирост нефтегазового дохода в значительной степени связан с корректировкой системы взимания налогов. Это такая финансовая механика, которую мало кто рассматривает, мало кто понимает. Но суть в том, что теперь Минфин берет налог с нефтяников независимо от того, по какой цене они реально продают на рынке. То есть он берет с нефти, добытой из скважины, а практически по расчетной цене, которую он сам себе назначает. Поэтому какая цена на рынке, уже для него ничего не значит. Она значит для нефтяных компаний. Это значит практически, давайте разбирать, что Минфин сегодня получает стабильные доходы по нефтенно-газам и экспортам не потому, что уж такая безумно хорошая полоса пошла для нефтянки, а потому что он забирает автоматом деньги у нефтяных компаний. Получили они эти деньги в виде прибыли? Не получили. Он их забирает все равно. Это значит, что нефтяная отрасль стала как бы замыкающей. Мальчик для битья, мальчик для отъема денег. То есть сейчас российская экономика, она выглядит очень хитро. Надо понимать, что она живет только бюджетными деньгами, а бюджетные деньги отнимаются у самой же экономики. Сначала деньги отняли у Газпрома и загнали Газпром, как вы знаете, в убыточную ситуацию. Газпром уже в этом году имел 629 миллиардов убытка. Видимо в будущем году догонит до триллиона убытки. Значит сейчас забирают деньги у нефтяной отрасли, она тоже придет к убытку. И это означает, что отбирают живые деньги у самого же российского экономического пространства, у российского бизнеса и перекачивают эти гражданские деньги в военную производство. Это как бы не то, что Россия так много зарабатывает на мировом рынке за счет успешной внешней торговли. Она обирает собственную экономику. Вот что происходит. Она выкачивает кровь из одной руки и закачивает в другую. Но это в общем не очень хороший способ, потому что от этого крови и денег в российской экономике больше не становится. Идет перераспределение. Ну как это экономисты говорят, идет структурная перестройка. То есть проще говоря надувается, расширяется, увеличивается военный комплекс и он высасывает соки из остальной части организма. Я это, ну как вам сказать, ну какой-то образ же нужен. Я вам скажу, что это как раковая опухоль. Она растет и вес организма не падает. Но это просто потому, что слабеет лишивший жизненных соков другие органы человеческого тела. Вот эта военка сегодня, это раковая опухоль в российской экономике и она выкачивает деньги из всех. Сейчас она выкачивает деньги из бизнеса. Начиная с будущего года она все активнее будет выкачивать деньги из населения. Собственные заселения уже начали выкачивать, но потому что начали повышать акцизы. Косвенные налоги, которые включены в цены товара. Люди этого не знают, люди этого не понимают. Люди кажут, что вот просто цены так растут. А там между прочим еще акциза поднимает. Это косвенный налог, спрятанный в цену. Люди этого не знают, люди об этом не осведомлены. Люди малограмотные, им кажут, что просто так вот цена растет. Ну, можно рассказать, что, например, в цене бензина, по разным случаям, там от 60 до 70 процентов цены бензина, это налоги государства. Вот просто так, чтобы люди понимали. А с будущего года, судя по всему, будет налоговая реформа с серьезной шкалой прогрессивного налогового обложения. И это тоже будет способ отъема денег у населения, у всех, ну, как вам сказать, кто квалифицирован, кто трудолюбив, кто ведет свой бизнес и зарабатывает, ну, скажем, судя по всему, больше 80 тысяч в месяц, ну, небольшие деньги по российским ценам. Вот у них, соответственно, появится прогрессивная шкала. Ну, посмотрим, так или нет, мы окончательного решения нет, но, судя по всему, задача такая поставлена. Президент сказал, социальная справедливость отнимем у тех, кто зарабатывает много, чтобы вот за счет них формировать фонды для финансирования войны. Вот эта картина, которая сейчас имеет место быть в России. Продолжение следует...